Приближается один из самых главных праздников нашей страны – День Победы. В целях безопасности, больших торжеств, парадов и шествия бессмертного полка проводиться не будет. Но, тем не менее, запланировано множество мероприятий, которые позволят жителям нашей страны вспомнить о героях прошедшей войны, отдать им дань уважения и почета. Одно из таких патриотических мероприятий уже прошло. 4 мая на станции Протока сделал остановку легендарный ретропоезд Победа. Встретить эшелон пришли несколько тысяч славянцев. Москва, 1945 год. На Белорусском вокзале встречают наших солдат-победителей. Здесь есть все – и счастье, и радость, и слезы, и горечь от пережитых потерь, и большая гордость за нашу страну, сумевшую отстоять свою независимость. И спустя 79 лет, со дня окончания Великой Отечественной войны, эти эмоции по-прежнему наполняют каждого, кто вновь встречает легендарный поезд Победы. 4 мая ретропоезд Победы сделал остановку на железнодорожной станции Протока. Более 7 тысяч славянцев пришли сюда, чтобы прикоснуться к истории, отдать дань памяти и уважения солдатам-победителям. Я прежде всего хочу сказать большое спасибо инициативным жителям Славянска на Кубани, руководству ЗАУРЖД, Денису Ивановичу Выпринцеву, нашему депутату Законодательного собрания края, благодаря которым состоится сегодняшнее патриотическое событие. Поезд Победы дает нам понять, как ковалась Победа в годы Великой Отечественной войны. Мы сегодня даем дань памяти тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. И, конечно же, дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны. Приятно, что сегодня с нами наши дети. Я думаю, что они будут правильно воспитаны, будут настоящими патриотами нашей Родины, будут любить нашу Родину. Память всех павших в годы Великой Отечественной войны. Участники мероприятия почтили минуты молчания. А затем состоялось большое театрализованное представление. Оно было подготовлено силами творческих коллективов Дворца культуры железнодорожников на станции Ростов-Главный и Ростовского государственного университета путей сообщения. Раскудрявый, да зеленый, слизной, я влюбленный, и сущен рыдовой, плен зеленый, да плен кудрявый, да раскудрявый, резной. В концертную программу были включены музыкальные композиции на военную тематику и рассказы о героях Великой Отечественной войны, жителях Юга России, которые проявляли большое мужество и отвагу, за что были удостоены самых высоких государственных наград. В концертной программе приняли участие и артисты Славянского городского дома культуры, подготовившие свои не менее красивые номера. Небольшая площадь станции протока едва вмещала всех желающих увидеть собственными глазами ретро-поезд Победы. Многие приходили целыми семьями, держа в руках портреты своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. И фронтовики, и их потомки вновь были вместе, чтобы вновь встретить 79-ю годовщину великой для нашего народа Победы. 9 мая, День Победы, это всегда был святой праздник для нашей семьи, потому что у нас большое количество родственников участвовало в Великой Отечественной войне. Вот на этой фотографии изображены мой дед и два его брата, два брата-бабушки. Это дед нашей мамы, дед наш пропал без вести, кстати. Это мой дядя, это два дяди еще по отцовской линии и двоюродный брат. Мы всегда чутили память погибших на войне, всегда уважали этот праздник и всегда ходили на него. Повышенный интерес посетителей мероприятия вызвал исторический состав. В этом году его традиционно вели паровозы Р-739-99 и ФД-20. Оба участники Великой Отечественной войны. Один – сталинградец, второй – работал в тылу. Управлять такой паровой машиной по сравнению с современными поездами очень непросто. Работа физически очень сложная. Маленькое пространство, да к тому же невыносимо жарко. Постоянный контроль за показателями. Победа и правда давалась всем очень тяжело. Моя задача заключается, во-первых, следить за дорогой, во-вторых, давление пара в котле. Постоянно должен поддерживать рабочие, а рабочие у него 15 атмосфер. И чтоб вода была в котле, уровень воды в котле. Лично я с 2016 года езжу на паровозах. Отличаются они колоссально. Здесь труд физический от современных электровозов, тепловозов. Тут лопатой надо макать, дай Боже. Намного сложнее быть в современных управляющих. В состав ретропоезда входит несколько вагонов. Это вагоны теплушки, вагон душ и вагон салон. На открытых платформах в этот раз, помимо машины-полуторки, установили три орудия. Поезд Победы курсирует с 2010 года. И каждый год организаторы стараются подготовить для посетителей новые экспозиции. И 2024-й не стал исключением. У нас есть вагон командующего фронта, маршала Конева. Самый интересный факт, который в этом году нашли наши историки, о том, что он участвовал в Потсдамской конференции. Вы представляете, настолько уникальный наш состав. Наши два легендарных паровоза, один из которых – герой войны, второй – тыловик. Но они тоже прошли очень много километров по этой Победе. Этот исторический состав многое помнит. И бомбежки, и грохот орудий, и слезы людей. Наша землячка Мальвина Ивановна Порядина, которая, несмотря на свой почтенный возраст – 97 лет – приехала на станцию, чтобы увидеть еще раз поезд Победы, тоже помнит о том страшном времени. В 16 лет она записалась в партизанский отряд и до конца войны сражалась с фашистами. 9 мая 1945 года ей запомнился навсегда. Постучал мужчина к нам в двери. Вставайте, победа, победа, война кончила. Ну, знаете, вот, дрожжение, этот праздник для меня со слезами. Поздравляю славянских жителей с Победой. Здоровья, счастья, всего-всего, самого наилучшего и мирного неба над головой. Ретро-поезд Победы на станции Протока стоял более трех часов. Славянцы могли ознакомиться с экспозицией, сделать фотографии не только на фоне легендарного состава, но и на выставке оружия и техники на площади перед ЖД вокзалом. Желающих угощали солдатской кашей. И неудивительно, что всех переполняли эмоции от этого мероприятия. Увидели шикарный поезд, поезд Победы. Зрелище, конечно, восторг. То есть, ну, вообще, и участники этого парада, так скажем, все понравилось, очень, очень понравилось. Это память для наших детей, так скажем, вот, чтобы они помнили историю нашу. В нашем городе ретро-состав сделал четвертую остановку своего маршрута. Он уже побывал в Минеральных водах Туапсе и Новороссийске. От станции Протока отправился в Ростов-на-Дону, где также пройдет праздничное мероприятие. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Четыре «События», «Б tenir в Киний». Он better перест演 в ретро-составил 57